друзья приветствую дмитрий из дмитрова московской области прислал посылку с образцами двух масел это g energy synthetic актив 530 и syntec premium 530 оба полнозольные масла вот описание сверху видите масло название из двух автомобилей оба дизельные трехлитровые prada 150 и туарег volkswagen немножко пролила сейчас почищу подпишу так значит начинаю с масла g energy сейчас обновлю спектрограмму подкорректирую посмотрим что вообще прибор намеряет после этого будет создан эталон с которым можно будет уже сравнить отработку сейчас прибор получает спектрограмму посмотрите спектрограмму вот между максимальными пиками высокими есть небольшая такая ступенечка это говорит о наличии эстеров здесь примерно 8 сотых примерно ну от полутора до двух процентов вот так я бы сказал причем эти пики бывают двух типов до 1720 и до 1750 не знаем прав я или нет но 1750 это поле эстеры а это скорее всего по что-то дешевле типа обычные эстеры ну и посмотрите относительно болванки это кастрол 030 щелочных противоизносных простите присадок 138 процентов под навалено нормально выставляю в ноль масло полно полнозольная это объяснимо значит и гликоль традиционно убираю к нулевым значением сажу то же самое чтобы видеть потом изменения ну те кто постоянно смотрит на именно уже оскомину набила одно и то же повторение и посмотрите прибор сам намерил кислотная 149 и щелочное 2 12 1 очень высокая производитель заявляет дешевле где-то я тут встретил что 11 1 но на единицу но это в принципе нормальная ситуация то есть но и видно по присадкам что здесь от души насыпано ну честно говоря низковатая кислотная на мой взгляд для такого уровня присадок ну вот отработка значит это как я уже сказал тойота ран ланд крузер правда 150 10 года с трехлитровым дизелем 1кд ft в 200 сил на чипе так он послабее игр катализатор удалены общий пробег 263 тысячи километров пробег на масле 6370 километров и 178 моточасов это посмотрите противоизносные присадки подрабатываются 36 процентов я так думал что возможно здесь немножко турбина подсажена и в не идет основная сработка ну это как предположение посмотрите какой низкий уровень сажи 1 10 очень низкий но это высокая средняя скорость она составляет 36 километров в час то есть много трассы ну и вот плюс отключена экология все остальные показатели в норме кислотная 212 подросло незначительно вот видно что на мой взгляд что используется хорошее топливо топлива 10 газпром нефть так нефть раз нет и щелочное число тоже 10 всего на на 20 процентов просела вот единственный вопрос видите то есть запас просто колоссальный еще по моющим нейтрализующим свойством но вот есть проблема с с противоизносной присадкой что-то что-то возможно ну если это конечно не погрешность какая-то прибора вот то это скорее всего где-то где-то происходит износ куда присадка расходуется присадка присадка это классическая начинает расходоваться на температуре от 120 градусов давайте сейчас посмотрим что произошло с вязкостью есть некоторое разжижение ну такое не сильно я бы сказал так процентов на до 30 наверно есть разжижение несмотря на то что много трассы низкая сажа но разжижение есть да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик такое не будете пропускать новые видео ну и сейчас традиционных оценка ресурса посмотрите какой космос получился 24 тысячи 700 километров или почти 600 моточасов казалось бы фантастика но ничего фантастического нету это во-первых дизель достаточно мощный это картер и приличного объема не забывайте экологию отключенную и игр и катализатор вот все это естественно способствует такому ресурсу и в описании есть статья можете почитать что сажа в небольших концентрациях работает как модификатор трения то есть она снижает трение сами частицы сажи но при накоплении большого количества она уже может вызывать повышенный износ до 800 процентов это исследование лабризола так что я хотел еще сказать да кстати по поводу такого пробега у меня был мерседесовский ом 611 это 2 и 2 турбодизель с 8 литровым картером и практически смешанном режиме но больше города наверно процентов 60 70 города было у меня на масле газпром премиум н 540 я уже не раз это озвучивал машина проезжала 24000 а могла 26 то есть здесь такой же результат вот большой картер без экологии с нормальной топливный дизельный автомобиль спокойно выхаживает там не знаю ну если это не супер современные дизеля 700 плюс минус моточасов благодарю дмитрия за предоставленные образцы все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующем видео пока